здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня я выпекаю коржи молочная девочка собираю с ними торт с карамельно-творожным кремом я показывать буду как я это делаю именно как в моем варианте рецепта я это делаю то есть на сливочном масле я пеку это как в оригинальном в принципе немецком рецепте сейчас я по ходу видео я все это буду объяснять почему и зачем я это делаю что же нам понадобится для выпекания этого вкуснейшего торта потому что молочная девочка действительно эти коржи просто тают во рту и нравится он я думаю всем во первых основа это сгущенное молоко конечно же для этого я здесь я показываю двойную порцию то есть я буду озвучивать сейчас двойную порцию потому что на нормальный торт где-то 20 сантиметров в диаметре достаточно высокий нужна двойная порция то есть мне нужно две банки сгущенного молока 4 яйца 200 грамм сливочного масла 400 грамм просеянной пшеничной муки и 8 грамм разрыхлителя не больше то есть яйца мы взбиваем до просто появление такой легкой легкой пены даже не взбиваем вообще этот торт можно в принципе перемешать обычным ручным венчиком даже но одну порцию конечно даже не пользуясь миксером ручным и получается вкуснейший торт также мы сгущенное молоко все это у нас комнатной температуры все эти ингредиенты и сливочное масло растопленное у нас должно быть конечно же ну не горячие потому что иначе все это испортится у нас также все это перемешиваем ни в коем случае ничего не взбиваем нам не нужны здесь лишние пузыри в тесте все и также добавляем это сливочное масло туда все это хорошо просто перемешиваем и конечно же все точные ингредиенты я укажу в описании под видео делайте себе скриншот чтобы сохранять этот рецепт и пользуйтесь и пеките по этому рецепту и будете очень и очень довольны когда вы выпекаете коржи молочная девочка аромат стоит необыкновенный именно вот по моему рецепту на сливочном масле все это хорошо перемешиваем ничего не взбиваем что получилось гладкая однородная масса тесто достаточно жидкая я беру вот такую вот крышку я никогда не рисую никакие кружки там на этих на пекарских вот этих бумагах ничего я этого не делаю то есть я вот это распределяю обычной кондитерской палеткой и смотрю просто сколько мне еще там нужно чего домазать то есть вот так вот я примерно уже делаю обрезочки будут меньше сантиметра то есть и духовку нас уже разогрета до 200 градусов где-то 7 минут выпекается один корж смотрите вот сейчас я вам показываю как вот он подрумянился этот корж вырезаем обрезки обрезаем когда он слегка остыл то есть не сильно горячие но и не остывшие видите какие тоненькие обрезки вот так вот он должен выглядеть хорошо пропеченный корж с обрезками можно просто попить чай или же оставить их заморозить в морозилке для кейк попсов очень вкусно будет то есть благодаря тому что они у нас пекутся на сливочном масле наши коржи они идеально отстают от этих лист листиков бумаги для выпечки можно также печь на силиконовых ковриках просто у многих даже нет силиконового коврика поэтому я вам показываю вот как можно на пекарской бумаге это сделать сейчас я показываю вам как именно дно отходит от этой бумаги для выпечки то есть идеально ну просто идеально это дно эту бумагу я потом использую еще несколько раз для нескольких коржей я просто обычным пластиковым шпателем кондитерским счищаю вот эти остатки и опять этот вот этот лист бумаги для выпечки я опять использую повторно пока печется один корж конечно же мы намазываем уже другой и таким образом она очень быстро это весь этот процесс происходит следующее что нам здесь необходимо это обязательно прослоить наши коржи когда они у нас уже пропекаются когда мы их уже отставляем в сторону обязательно между ними должен лежать листочек бумаги для выпечки чтобы они не слипались потому что сгущенное молоко дает им такую вот как бы липкость и вот так корж за коржом я их выпекаю и прослаиваю их бумагой для выпечки то есть я почему я всегда пеку это на сливочном масле потому что в оригинальном немецком рецепте этот рецепт пишут пришел в россии из германии почему он называется этот тортик молочная девочка потому что по-немецки молочная девочка сгущенка называется мельхметхен я уже почти 20 лет живу в германии и я прекрасно знают оригинальный немецкий рецепт просто немцы они вообще всю любят выпечку именно делать на сливочном масле вот такие вот у нас коржики получаются и здесь у меня получилось 11 потому что у меня 21 сантиметр в диаметре вся это вот форма моя была но вы можете если брать 20 сантиметров в диаметре у вас будет 12 коржей тогда вот именно из 2 банок сгущенки мы сейчас берем и таким образом у нас получаются очень ровные коржи благодаря тому что там всего лишь 4 грамма разрыхлителя на порцию они больше и очень стабильные благодаря сливочному маслу и конечно же необыкновенно вкусные потом я сейчас уже видите я их обрезала и они уже идеально подходят уже для сборки торта сейчас я готовлю крем как я вам и обещала очень простой и очень вкусный и подходит для именно этого тортика то есть здесь у меня всего по сути четыре ингредиента это сливки сливочный сыр творог сгущенка вареная и ванилин творог у меня вот такой вот пастообразные то есть он у меня кремообразный потому что у нас здесь в германии не продается творога крупинками как в россии если у вас нет вот такого пастообразного творога девяти процентного я советую вам его перебить через блендер блендером или пропустить потом через сито протереть через сито если будет этого даже недостаточно 300 грамм очень хорошо охлажденных сливок я взбиваю до устойчивых пиков то есть все у меня ингредиенты вот эти молочные кроме сгущенки они должны быть конечно очень холодными затем я добавляю туда конечно же ванильный сахар в этот крем и жду пока уже взобьются пике у слив сливок то сливки будут сбиты до пиков затем я добавляю туда сливочный сыр у меня это 300 грамм здесь тоже очень хорошо охлажденный добавлять я буду просто ложкой просто вот по столовой ложке туда и на таких умеренных оборотах миксера потом я все это я выключаю после взбивания сливок и на умеренных оборотах миксера просто как бы перемешиваю взбивать это будет не нужно и следующим после сливочного сыра я туда буду вводить просто также ложками обычные девяти процентные кремообразный творог и когда все эти уже ингредиенты у меня будут перемешаны я под конец добавляю сгущенное молоко вот вареную сгущенку 200 грамм просто комнатной температуры то есть она не обязательно не должна быть охлаждена можете охладить ее то есть почему я добавляю сливочное масло я вам сказал почему вот эта идея именно размазывающихся коржи еще раз хочу вернуться к молочной девочки потому что в германии этот пирог это молочная девочка он выпекается как на противень пирог а потом разрезается на порционные кусочки подается просто к чаю и видимо когда наши русские немцы поехали сюда возвращаться на историческую родину девчата увидели и стали тоже выпекать этот пирог на противень но потом кого-то видимо созрела идея что это можно делать и на для полноценного торта и получился очень вкусный торт потому что еще раз повторюсь немцы это тортом не делают они делают это как пирог также они как отдельный бисквит на молоке делают на сгущенном вот такой консистенции у нас крем получается то есть не старайтесь его взбить никуда он будет у нас слегка держать форму то есть он когда вот вы увидите следы от венчика уже можно его выключать перебить его не перебьете но и не надо стараться его взбить он не взобьется то есть он у нас не течет не плывет но это не для выравнивания крем не для покрытия именно это начиночный крем такой будет и очень он хорошо пропитает наши коржики видите я вот палетка беру его он с палетки в принципе не стекает то есть он держится на палетке но этого недостаточно чтобы покрыть им торт вы можете конечно так вот слегка им обмазать скажем так торт и просто сверху наложить ягод для домашнего чаепития но не для украшения конечно это корж за коржиком выкладываем где-то по 5 миллиметров я прослаиваю мои коржи их уже корж за коржом они очень ровно и у меня еще раз повторюсь благодаря тому именно что 4 всего лишь грамма разрыхлителя у меня на порцию они прекрасно поднимутся не будет содового привкуса у нас в коржах опять же коржам я возвращаюсь и крем идеально вот это вот именно в этой пропорции я вам дала уже полностью пропорцию на вот эти две банки сгущенки то есть две порции молочной девочки тесто и я дала вам вот эту порцию крема на 1050 грамм здесь крема выходит на выходе и он идеально подходит именно для прослойки вот этих коржей и ничего не остается там потом то есть полностью уйдет у нас весь крем у меня уже этот расчет уже я давно и пользуюсь потом когда вы соберете этот торт вот перед подачей этого торта я советую все-таки за час его достать из холодильника чтобы слегка эти коржи ну как бы размякли скажем тогда потому что он такое благодаря сливочному маслу будет такой очень стабильный этот тортик его очень хорошо можно в ярусные торты использовать как нижний ярус то есть с ним ничего не происходит и в нижних ярусах сколько раз я использовала сама то есть очень и очень стабильный торт получается я очень его рекомендую всем я думаю что вы все будете очень им довольны и главное что он очень и очень вкусный видите весь крем у нас ушел то есть если вы возьмете именно 20 сантиметров диаметром у вас будет 12 коржей у меня 21 сантиметр диаметром у меня здесь 11 коржей получилось из порции на две банки сгущенного молока идеально ровный получается потому что мы вырезали коржи уже по форме выпеченные и в разрезе это все будет очень красиво смотреться вот для того чтобы не его собрать и нет у кого цитатной пленки я беру кольцо кондитерской беру вот такую канцелярскую папочку выреза я вырезала уже эти стороны у этой папочки я их хорошо промыла высушила и собираю вот таким образом в кольцо торт убираю в холодильник но часов на пять хотя бы на лучше на ночь чтобы он у нас идеально уже весь схватился наш тортик вот уже он у меня готовы после холодильника отстоялся я снимаю кондитерское кольцо вот это вот наша слюдаст назовем ее тогда она у нас отделяется превосходно от этого торта то есть посмотрите какой он идеальный после отстаивания в холодильнике то есть действительно он именно в нижние ярусы очень хорошо пойдет этот торт и я его сейчас покрою тонюсеньким слоем сливочного масла для того чтобы просто схватились крошки которые остались там крошек здесь практически не будет и для того чтобы он у меня уже был изолированный это начинка которая влажность конечно имеет в себе и для того чтобы она у нас уже пошла под белковый крем то есть вот это именно хорошо изоляцию масляный крем на сгущенном молоке он всегда хорошо изолирует начинку от белкового крема обязательно ссылку доставлю в описании у меня есть уже на канале рецепт масляного крема на сгущенном молоке обязательно пользуйтесь и все будете довольны белковый крем идеально держится на этом масляном креме надеюсь данное видео было вам полезным познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю удачи до встречи в новых видео